Валентина Ирашевская Оплачивать дальше вот эту услугу? Нет, конечно, это не для меня. Я материально независимый человек. Я обхожусь необходимым, нужным. Я терпеть не могу всего лишнего в моей жизни. В одежде, в обиходе, во всем другом. Я никогда ничему не завидую. У меня ни украшений, ни нарядов, ничего. Мне так счастливо в этом жить, блюдя достоинства и честь, не лезть, куда не надо лезть. А вот за свой музей Ирашевская всегда была готова лезть на амбразуру. Совершенно однозначно, если бы не она, и музея-то у нас давно бы не было. Его реконструировали целых 11 лет, и это было в конце 90-х, когда в очередной раз денег нет, но вы держитесь. Дело доходило до того, что из-за отсутствия финансирования в музей снимали охрану, отключали отопление, и сотрудники ночевали на работе, сами сторожая экспонаты. А Валентина Михайловна выбивала деньги, находила спонсоров, доказывала, упрашивала, если надо, скандалила. Для того, чтобы защищать культурно-историческое наследие, нужно иметь большое гражданское мужество. Защищать приходилось всяко. И от генерала Лебедя, и от предпоследнего Толоконского. Поэтому все было сложно. Другое дело, что я никогда не боялась, потому что я почему-то была уверена в своих силах. Ярошевская признается, руководитель она жесткий, порой не сдержанный, может по столу стукнуть. Но ненормативной лексикой даже в глубоком бешенстве не пользуется. Матами она наслаждалась, признается только в исполнении двух ее друзей по жизни. Писателя Виктора Астафьева и директора тогдашней пикры Евгении Кузнецовой. Мне так нравилось, как они с Евгением Георгиевной матерились. Это было вдвоем, когда они собирались. Я слушала, ну не завидовала, но это наслаждение. Потому что в этом не было хамства, пошлости, грязи. Это был вот такой язык, они друг с другом, они сами друг с другом наслаждались, играли. У Ирошевской хранятся все прижизненные здания Виктора Астафьева, подаренные им с автографами. На одной книге написано, «Чтоб здоровье не сдавало и моторность не повредилась». В 96-м году у Валентины Михайловны случилась очень серьезная болезнь. Первым, кто пришел в палату, был Астафьев и сказал, что посвятил ей новую повесть о Бертон. Виктор Петрович пришел в больницу ко мне и принес напечатанную рукопись на это самое. Там написано исправь, вычеркивала уже, отредактировано. Он говорит, ну вот смотри, и я читаю Бертон, я тебе посвящаю. Давай, выздоравливай, Валь. Вот у меня было это потрясение такое прям. Она тогда выкарабкалась. Вот уж воистину волшебная сила искусства. В записной книжке Виктора Петровича был перечень кому, как звонить в случае пожара, потопа, а сверху большими буквами. Но что бы ни случилось, в первую очередь звоните Ирошевской. Ей он оставил духовное завещание, что и как должно быть в овсянке. И она, храня память, сделала там мемориальный комплекс. А при жизни классикой Валентина Михайловна, Евгения Кузнецова всячески помогали его семье, супруге, внукам, в бытовых мелочах и не только морально. В 2002-м депутаты решили не давать классику прибавку к пенсии, потому что он, на их взгляд, неправильно написал о войне. Охи досталась тогда депутатам от этих двух женщин. Сегодня отказ пенсии, завтра отказ гражданстве – это только дай волю. Но чувство воспитанности младших перед старшими, перед людьми, которые защитили их в Отечественной войне, их не воевавших – это уже просто ни в какие рамки не влезает. Это такая честь и такое счастье. Вот эти годы, прожитые рядом со Стахевыми, счастье, что могла помочь им, особенно когда осиротели внуки, ушла Ирина. И поэтому я, вот Полину, я вообще как бы растила. И сейчас она в музее у меня работает. Бабушка и дедушка порадовались бы от души. У Ирошевской четверо внуков, трое взрослых детей, двое своих, а когда самой уже была под 50, после трагедии в семье родственников она удочерила Олю и вырастила удивительным человеком. Что до спутника жизни, то Валентина Михайловна отвечает коротко. Я 38 лет замужем только за музеем. Мне такая работа по жизни досталась, что я живу и сама себе завидую. Несмотря ни на какие трудности. Сколько людей себя за шиворот вытаскивают каждый день на работу, а я домой прихожу только ночевать, и не могу дождаться, когда утро наступит. О чем речь-то? Что ты? Ничего мне не хочется, кроме музея. Да я и не смогу ничего лишить. И горел бы мир огнем, если бы не было бы в нем Краевого Красноярского музея. Наталья Кичина, Сергей Малафеев, Новости ТВК.